С победой Сверсталь по игре. Мы очень слабо провели первый период, мы все пять матчей слабо сыграли первый период, не знаю, надо разбираться. Потом втянулись в матч, второй, третий период отличный хоккей показали. Дисциплина у нас, ребята горячие, получают ненужные боления, которые влияют на исход матча. А остальное, у нас тяжелая была поездка, мы по поездке доволен, взяли больше половины очков. Но сегодняшний матч оставил такой осадок, потому что, опять же, проиграли игру из-за дисциплины. Будем разбираться. Да, хороший матч, спасибо. Но мы хотели начать очень активно. Я думаю, что первый период там выполняли эти задачи, но первый год забили в меньшинстве, там Кагарлицкий сделал очень хорошую работу. В целой игре там было много удалений на обо двих команд и так, что гали в неравных составах прайсходили, мы забили две в пальчинстве и одну в меньшинстве. Так что торпеду двагали в пальчинстве, это были решающие моменты, там были много удалений, первые две наше удаления в зоне атаке, так не было возможности, чтобы так сделать. Но я бы хотел отдать большую оценку команде за игру в третьем периоде, когда за счета в втором периоде 2-0 проиграли 2-3, но играли до конца, старались и в конце выиграли по болитам твячка. И эти две очень большие для нас, если вы играли против такой команды, как турпеду, есть очень сильная команда, играла очень хорошо, так большая оценка целой команды. Евгений Монс был убран из своей тройки, с чем связано такое решение? У него в прошлом игре были проблемы в Абароне, это не был первый матч, потом мы решили, что он устал, потому что в последней игре у него сразу начали проблемы в Абароне, потом убрали, поменили состав чуть-чуть, но были важны сделать что-нибудь. Женя, он играет намного лучше в атаке, чем в Абароне, но были должны забить гол, потом его вставили, а я думаю, что он принес какие-то моменты, энергию и хорошие броски. Выполнял, что мы хотели. После первого периода вы о чем-то долго разговаривали с Бушневичем, есть ли не секрет, что объясняли игрокам? Там был тот момент, когда сколько было, 10 секунд до конца периода, и он там терял шайбу в средней зоне, там сыграл, но мы говорили об этих ситуациях уже сто раз, как играть. Но что невозможно там терять, если соперник хватил шайбу, еще было время, чтобы забил шайбу в последних секундах.